МИХАИЛ БАБИЧ Пермь приютила 3500 граждан Украины. В пункте временного размещения, который посетил полпред, находится более 100 человек. Сами переселенцы всем довольны. Здесь организовано хорошее питание и предоставляются в полном объеме медицинские услуги. На каждую семью составляется социальный паспорт, где содержится информация обо всем с учетом состояния здоровья, образования и, самое главное, дальнейшего трудоустройства. Если глава семьи, ориентируемся на него. Если главная женщина в семье, его работа главная, идем от этого вопроса. Давайте так, сколько человек к вам обратилось за все время? Значит, у нас здесь обратились все, не по разу. Вот сегодня сидит у нас в Толикан в ГУН-ПРОМ. В пунктах временного размещения работают представители предприятий и потенциальных работодателей, которые проводят консультации и собеседования с вынужденными переселенцами. Не остаются без внимания вопроса устройства в образовательном учреждении. Большинство вопросов вынужденных переселенцев удалось решить. Родственные народы, близкие нам люди, это люди, которые пострадали от войны, это люди, которые пострадали от того беспредела, который творится на юго-востоке Украины. И наш долг, обязанность сделать все для того, чтобы здесь они себя чувствовали не только в безопасности, а нашли для себя вторую родину и могли себя максимально реализовать. В ближайшее время в регионах округа будет еще более активно развернута работа по трудоустройству прибывших граждан Украины. Сформирована база вакансий, определены территории приоритетного вселения, располагающие жилищным фондом и остро нуждающиеся в рабочей силе.